Знаете, что я больше всего ненавидела в работе визажиста? Вот попробуйте сейчас отгадать, дам вам пару секунд. Но если вдруг вы не отгадали, то я ненавидела больше всего мыть и дезинфицировать кисти. Это та работа, которую я просто всеми чакрами души ненавидела. И я мечтала просто, чтобы кто-то за меня это сделал, но всегда приходилось делать это самой. И сегодняшний обзор будет из рубрики «Этот мир сошел с ума». И как и вся продукция, которую я обозреваю в этой рубрике, это либо наилучшее изобретение человечества, либо полный провал. А именно мы сегодня посмотрим с вами на вот такое устройство, которое называется очень просто «Makeup Brush Cleaner». И, грубо говоря, это система для очищения кистей за 10 секунд. Для этого обзора, я, кстати, так заморочилась, я установила не одну, а целых две камеры. Одна будет общим планом на меня, а вторая будет показывать все, что будет происходить у меня на столе. Сейчас вот я распаковала содержимое коробки. В первую очередь мы находим вот такую вот чашку. Это обычная пластиковая чашка, в которой, собственно, мы будем мыть кисти. Также здесь достаточно большое количество, целых 8 вот таких вот разных насадок. У них разный объем, соответственно, для разного объема ручки кисти. Также в комплекте есть подставка под все эти насадки и, соответственно, и само устройство. Само устройство выглядит очень симпатично. Я заказала их, кстати, в черном цвете, но они также идут еще в красном и, по-моему, белом цвете. И, конечно же, самое важное, что здесь есть, это инструкция, потому что я всегда стараюсь делать обзоры максимально объективно, а не как попало и потом сказать, а нет, это не работает нифига, не тратьте свои деньги. А на самом деле я могла там использовать как-то неправильно. Тем не менее, в общем-то, инструкция здесь достаточно длинная, я бы сказала, с разными рисуночками, тут схемами и всем прочим, поэтому я сейчас это все изучу и вернусь к вам для того, чтобы начать обзор. Вот все-таки не зря вкладываю инструкцию, потому что, если бы я ее не прочла, я бы 100% делала неправильно. Самая первая моя ошибка заключалась в том, что я купила вот такие вот пальчиковые батарейки, а оказывается, это устройство работает не от пальчиковых батареек, а от батареек по типу ААА, то есть вот таких вот мизинчиковых, поэтому не повторяйте мою ошибку, читайте инструкцию, читайте описание на сайте, это сэкономит вам не только время, но еще и деньги. Для этого эксперимента я также подготовила несколько грязных кистей, и, честно вам признаться, я подготовила кисти, которые мне откровенно не жалко, потому что я очень сильно боюсь, что это устройство испортит мне мои кисти, но если тест будет пройден на вот этих вот кистях, которые совершенно недорогие и легко заменимые, скажем так, то я тогда смогу использовать его и на остальных кистях. Но для начала начнем с этих, и я взяла специально одну синтетическую кисть, одну из белого ворса натурального, одну из более темного натурального ворса, и тоже такую пухленькую, и одну кисть для лица. Что самое важное я узнала из инструкции, это то, что очень важно, сколько воды вы наливаете вот в эту мисочку, то есть если у моей кисти длина ворса, там, ну не знаю, сантиметра два, то воды здесь должно быть на сантиметр. Я, честно говоря, думала, что абсолютно все равно, чуть ли не пол банки все там можно налить, и как бы нормально себя чистить, но нет. И там это написано прямо несколько раз в инструкции, очень важно, пожалуйста, следите за этим, поэтому будем делать как по инструкции, я тогда предлагаю начать с вот этих двух кистей, потому что у них ворс, в принципе, практически одинаковый. Так, моя мисочка с очистителем для кистей готова, а теперь нам нужно подобрать, какая насадка подойдет под мою кисточку. Судя по всему, вот эту, сделай сам. Знаете, такое впечатление, что Икея делала это устройство. Вот я соорудила эту конструкцию с кисточкой, достаточно длинная такая у меня штука получилась. Ну что ж, давайте, наверное, пробовать. Там сначала, кстати, по инструкции указано, что нужно 5 секунд вот так вот вверх-вниз поделать, для того, чтобы, наверное, просто кисть намочить, а потом в течение 10 секунд начать очищение. А потом еще 10 секунд вне воды. Кисть должна прокрутиться для того, чтобы избавиться от лишней влаги. Вы знаете, кисть внешне выглядит почище, но нет. Я все же намерена ее хорошо очистить, поэтому давайте пробовать еще. Ой, слушайте, по-моему, этот девайс разошелся, потому что эта кисть сейчас крутится намного быстрее. О, мамочки! Что это? Что это? Малышка! Такое впечатление, что с этой кисточкой мне придется после этого эксперимента попрощаться. Но она, кстати, действительно вот практически сухая. Ладно, давайте, наверное, попробуем еще одну. Да елки-палки! Короче, наверное, эта насадка здесь жить будет, на этой кисти теперь. Совет дня, не одевайте эту штуку глубоко на кисть, потому что вы потом ее оттуда не снимете. Дубль два. А вот эта кисточка, кстати, очистилась гораздо лучше, причем не потеряла свою форму. Очередь синтетической кисти, посмотрим, какой здесь будет результат. Кисть от консилера вообще абсолютно грязная. То есть, если, например, посмотреть на вот эту вот бедняжку, она хоть и распушенная до невозможности, похожа на дубан, но хотя бы она выглядит чистой. То есть, я в ней не вижу каких-то очень сильных следов от теней, для чего я, собственно, ее использовала. Когда здесь же я вижу четкие остатки от консилера. Ладно, я уже почти отчаялась, но у меня осталась еще одна кисть, и мне кажется, на ней сейчас будет лучше всего видно, что происходит. Из плюсов здесь действительно вот эти насадки достаточно универсальные, то есть, какие бы я кисти не использовала, я смогла для них найти насадку. Фух, ну что ж, давайте, все, это последний шанс для этого девайса. Сначала первый раз мы 5 секунд мочим просто кисть. Кстати, я добавила сюда воды для того, чтобы помыть эту кисть, она побольше у нас. Естественно, по размеру. И включаем. Что за нафиг? Что это? Я, честно говоря, немножко в шоке от очистителя кистей этого, потому что я не ожидала, что он вот так вот будет расплющивать мне кисти. Но, кстати, я вот ее сейчас вот так вот собрала немножко, и все-таки она пришла в чувство, но вот сразу, когда достаешь кисть из этого устройства, такое впечатление, что все, ее останется только выкинуть. И однозначно вот что она делает, это она распушает очень кисти. Они не держатся своей формы изначальной. Хотя, кстати, из плюсов действительно она, такое впечатление, что она будет вот буквально через полчаса уже готова к использованию, потому что она практически сухая и по ощущениям чистая. И вот так вот я прохожусь по руке, ничего, никаких следов косметики я не наблюдаю. Это однозначно плюс, но вот первый раз, когда достаешь ее из этого устройства, такое впечатление, что все, кисти просто кранты. Если подвести итоги очень коротко, то что я могу вам сказать? Если вам не жалко ваши кисти, вы можете 100% попробовать это устройство, вдруг оно будет работать на ваших кистях и вам понравится. Что касается моих кистей, то я не зря изначально пробовала его на самых своих дешевых кистях, потому что кисти Хакухода я бы этому устройству не доверила. Это бы 100%, потому что если бы я увидела то, что произошло с вот этой кистью на кисти Хакухода, мне бы, наверное, инфаркт схватил, потому что это действительно очень дорогие кисти, и когда я их очищаю, я их очищаю очень бережно. Что касается того, как эти кисти очищаются, то, в принципе, неплохо очищаются кисти из натурального ворса, но что касается синтетики, здесь ситуация гораздо хуже, и синтетические кисти либо нужно просто дольше очищать, либо они вообще полностью до конца не очистятся. Что касается вот этих кистей, то в целом я ничего ужасного не могу сказать, то есть действительно кисти выглядят чистыми, в принципе. Я не вижу остатков косметики на кистях, и что очень приятно, это то, что кисти практически сухие. Вот эта сейчас еще немножко влажная, но ей дать буквально, я не знаю, полчаса, наверное, полежать, и она полностью высохнет. Единственное, что очень сильно напрягает, это то, что кисть теряет свою изначальную форму. Но знаете что? Самое главное, что нам обещал производитель, это то, что очищение кистей будет проходить настолько легко и настолько быстро, что это будет гораздо более эффективно, нежели мыть их просто вручную. Но попробовала все в действии, я поняла, что возможно вручную я бы и быстрее очистила свои кисти, и уж точно намного более бережно бы к ним относилась во время очищения. Возможно, если бы на это устройство можно было насадить сразу кисти 5, и вот так вот одновременно их очищать, это было бы и быстрее. Но если мы все равно играемся с каждой кистью по отдельности, вот это только найти нужный колпачок, потом его одеть, потом снять, очистить, это все занимает тоже достаточно много времени, поэтому я бы не сказала, что здесь мы сильно экономим наше время. По принципальной системе я бы поставила этому устройству 3, потому что оно явно, по моему мнению, требует доработок. Я в нем нашла достаточно существенные минусы, которые меня лично не побуждают к тому, чтобы снова им пользоваться. Ну а для вас я надеюсь, что этот обзор был полезный. Если так и было, конечно же, ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал. Если вы еще до сих пор не подписаны, это можно сделать вот здесь вот. И также я вам оставлю несколько видео из рубрики «Этот мир сошел с ума». Я пробовала очень много странных вещей, и если вам понравилось это видео, то зацените и те видео, потому что я уверена, они вам тоже понравятся. А вообще мы с вами увидимся очень скоро в новых моих видео.